Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новое шоу на моем канале, которое называется Мобильный Булкин. И сегодня мы поиграем в новую ММО-стратегию с действием в реальном времени под названием WarPlanet Online. И в честь этого прямо сегодня стартует конкурс при поддержке Gameloft. Мы решили разыграть для вас iPhone 8 на 256 гигабайт. Чтобы стать участником конкурса, необходимо проделать все следующие действия. Во-первых, вам необходимо скачать игру. Во-вторых, снять видеоролик об игре продолжительностью более одной минуты и опубликовать данный видеоролик на своей активной странице в социальных сетях, будь что ВКонтакте, Facebook или же YouTube. Ну и последнее, разместить ссылку на сайте участника и заполнить анкету. Собственно, друзья, я очень надеюсь, что кто-то из вас обязательно победит. Все необходимые ссылочки я оставлю в описании. А результаты проведенного конкурса будут опубликованы в официальной группе Gameloft во ВКонтакте 6 октября 2017 года. Еще раз всем огромной удачи. Ну а теперь, друзья, переходим непосредственно к игрушке. Собственно, как я уже и сказал, эта новая ММО-стратегия вышла совсем недавно и доступна на всех платформах iOS, Android и даже Windows. В принципе, все легко и понятно, учитывая, что я не совсем знаток ММО-стратегии, мне играется вполне легко. Что мне реально порадовало, это то, что у нас есть... Вот смотрите, мы, допустим, заходим в карту и в реальном времени на реалистичной карте мира мы можем находить живых, так скажем, игроков, нападать на них. Ну, короче, выглядит все довольно-таки прикольно. То есть, смотрите, вот карта. Дальше мы можем, допустим, перейти в мир. То есть, выглядит реально все очень круто. Ну, допустим, давайте вернемся на карту. Так, а значит, кто у нас тут поблизости есть интересный? Так, у нас завершено строительство. Так, ну, допустим, 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 вот тут вот. Что тут у нас собрал? Ух ты, ну-ка, ну-ка. Так, отлично, мы собираем. Так, все. У нас отправляется колонна к объекту. Смотрите, то есть, у нас, видите, реально анимация, летят вертолеты. Кстати, стоит заметить, что здесь современная боевая техника, танки, самолеты, оружие, пушки, а также обмундирование. Так, ну что, вот мы потихонечку приближаемся, смотрите, ну, путь недалекий, в принципе. И давайте будем дислоцироваться. Колонна начинает добычу на объекте, местонахождение стали второй уровень. Отлично, все. Давайте посмотрим список заданий. Так, значит, вот эту задачу я выполнил, в принципе, получаю награду. Так, 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 это пока закрыто. Гарнизон строить. Давайте построим гарнизон. В принципе, мне нравится это место. Давайте сюда его воткнем. Все. Так, значит, у нас есть уже завершенные, за которые мы можем забрать уже награды. Давайте заберем. Ё-моё. Неплохо. Ну-ка. Отлично. Строительство завершено. Позволяет союзникам фракции объединяться к вам для обороны базы. Также огромный плюс этой игры, что есть возможность в реальном времени строить свою военную базу, собственно, что я сейчас и делаю потихонечку. Укреплять ее, прокачивать скиллы юнитов и выбирать командора. Кстати, друзья, в игре есть четыре типа баз. Административная, которая занимается, типа, исследованиями, ну, головной офис и так далее. Второе, это логистика. Третье, производство, ну, типа, масло для техники, самотехника, металл и так далее. Ну, и последнее, военная. Гараж для техники, взлетная площадка. Ну, короче, возможностей много. Ну, как вы видите, пока что я здесь потихонечку только начинаю застраивать свою базу. Места еще много для чего-либо. Так, друзья, ну что, я бы на самом деле попробовал на кого-нибудь бы напасть, потому что в игре есть ПВП бои, естественно. Также есть возможность общаться внутри игры в чатах. Ну, и, естественно, надо разрабатывать стратегию боя перед нападением. Ну, допустим, допустим. Ну, вот, например, ты. Ну-ка. Так, атака. Друзья, ну что ж, попробуем атаковать. Цель плеер 6680. Ну, я думаю, что это будет изи. Итак, значит, наши войска отправляются. Так, ну что, ребятки практически высадились. И сейчас, друзья, начнется бой. Итак, ну что ж, посмотрим на этот ожесточенный бой. Итак, ну что. А, блин, у меня... А-а-а. У меня такое ощущение маленькое, что я... Эм, немножечко... А-а-а. Бывает. Хорошо. Давайте, давайте. Хорошо, хорошо. Ладно, я понял. Я понял. Обратно. Печально и обратно возвращается, мои ребятки. Не так много техники у меня пока что. Я куда-то полез уже, видите. Ну, то есть, таким образом я понял, что я не на того напал. Поэтому вот как раз-таки мне и нужно сейчас быстренько свою базу расширять, укреплять, прокачивать и так далее. Также, друзья, естественно, есть подсказки. То есть, если вы открываете карту, тут будет все видно, где кто расположен, что нужно сделать, чтобы разгромить соперника. Ну и, собственно, как вы только что видели, можно перемещаться из одной точки в другую и совершать какие-либо нападения. Естественно, также есть возможность объединяться с другими игроками, создавать свою команду. И таким образом вы можете, например, объединиться с кем-либо и атаковать совершенно другое военное подразделение. Ну и потихонечку завоевывать мир. Так, ну что ж, вернемся на базу. Так, откроем стройку. Значит, нам нужно еще поставить экстрактор руды. В принципе, можно начать его строительство сразу. Не люблю мелочиться, надо сразу готовиться к жестким боям. Так, ну, в принципе, оно сейчас уже практически будет готово. Ну, вот моя база потихонечку растет. Отлично. Завершено строительство. Также, естественно, каждый из объектов можно улучшать. Ну, вот, например, чтобы побольше руды добывать, мы сразу запускаем улучшалку. Смотрите, даже, естественно, визуально все тоже преображается и меняется. Ну и, конечно же, одно из самых главных это гараж. Давайте починим все. Так, все починить. У нас, в принципе, ну, давайте-ка. Отлично, начался ремонт. Добавили силы. Вот, например, я захотел улучшить гараж, но для этого мне требуется построить военный завод второго уровня. Ну, точнее, просто его улучшить. Чем, собственно, я и занялся. Отлично. Теперь мы можем зайти в производство и, например, выбрать нужную технику, которую нужно построить. Давайте вот 85 штук. Ну и, в принципе, можно ускорить этот процесс прямо сейчас. Так. Отлично. А теперь, вот, свежие танчики. Смотрите. Теперь они стыдно нападать на кого-либо. Так. Ну, допустим. 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 Так. Это кто у нас вот такой маленький завелся здесь, а? Ну-ка, давайте-ка мы быстренько разберемся. Так. Не так далеко, кстати, нам лететь. Ну, относительно. И сейчас с новой артиллерией. Надеюсь на победу, друзья. Ну, что ж, друзья, поехали. Посмотрим, что там происходит. Итак. Вот теперь уже бой поинтереснее. Мне кажется, что здесь уже видно, кто проиграет прям сразу. Просто изи. Давайте разгромим. Хо-хо-хо. Ну, это было просто легко. Это было очень легко. Так. Наша награда. Отлично. Возвращаемся на базу. Еще раз повторюсь. Я особо не шарю в данном жанре, но тут все предельно понятно. Играть действительно интересно. Также, друзья, как я уже и говорил, можно создавать свою собственную фракцию, либо вступать в чью-либо. Объединяйтесь с друзьями, либо знакомитесь с новыми игроками. И, собственно, создаете свою тактику боя. И побеждаете соперников, завоевывая мир. Ну, допустим, откроем какую-либо фракцию. Вот, допустим, для русских. Тут мы можем посмотреть ранги игроков. И вообще, в принципе, всех, кто вступил в эту фракцию. Лидер, допустим, вот, Экзо-1. Открываем. Здесь у нас новобранцы. Тут у нас все солдаты. Тут у нас лейтенанты. Ну, как мы видим, система рангов. И, собственно, самый главный маршал Экзо-1, создатель фракции. Так, забираем все награды. Отлично. Так, друзья, смотрите. Кто-то атаковал мою базу. Надо срочно тушить пожар. Обзор базы и стребить. И так, все. Отлично. Происходит авторемонт. То есть, видите, еще нужно следить за всеми объектами. Иначе, как бы, можно в прямом смысле прогореть. Так, откроем еще раз гараж. Производство. Так, на заводе у нас получается... Так, это у нас пока недоступно. Штурм, например. Вот можно построить еще несколько шакалов. Они так и называются. Шакал, тиран. Ну-ка, тиран. Нет, тиран пока мне недоступен. Давайте еще шакалов понастроим. Так, ускорим сразу процесс. Не люблю ждать. И, собственно, вот наши машинки выезжают. Смотрите, теперь еще сильнее наша армия. В принципе, давайте, да, вот эти еще штуковины. Квадрокоптеры, хеликоптеры построим. Ускоряем. И нужно собрать более сильную армию. Но я хотел улучшить свой военный завод. Для этого мне нужен экстрактор руды. Третьего уровня. Так, давайте воткнем еще один экстрактор руды сюда. Все, строительство завершено. Так, улучшить. Улучшить сразу. Да. Так, все. Экстрактор руды третьего уровня. Теперь мы можем военный завод улучшить сразу. Давайте, давайте. Вот это сила. Ну, в общем, как вы понимаете, все здесь взаимосвязано. Откроем производство. Блин, я боюсь представить, как фигачат вот эти танки, которые 24-го. О май гад. 27-го, 30-го уровня. Ну-ка, артиллерия. Да, здесь тоже очень даже нехиленько. Собственно, игрушка стоит того, чтобы в нее попробовать поиграть. Потому что, учитывая, что, как я уже говорил, я не особо умею играть в игры подобного жанра. Эта игра меня действительно заинтересовала. И, в принципе, сложного ничего нет. Поиграв, минут 10 уже начинаешь, в принципе, шарить. Также, как я уже говорил, большую роль играют подсказки. Ну и, конечно же, карта мира выглядит реально очень круто. Вы можете смотреть, на каком расстоянии от вас находится база врагов. Ну и, естественно, атаковать ее. Так что, друзья, скачивайте эту игру на свой гаджет. Будь он на iOS, Android или Windows. Как я уже говорил, эта игра доступна для всех платформ. Создавайте свою базу. Вступайте в кланы и завоевывайте мир. Ну и, друзья, напоследок хочу также напомнить про конкурс, о котором я говорил в самом начале. Я думаю, iPhone 8 в вашей жизни будет не лишним. Поэтому, друзья, участвуйте и выигрывайте. Я верю в вас. Так что, друзья, на этом, я думаю, мы закончим. С вами был Булкин. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, друзья. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok